7 июля в Троицке пройдет большой межнациональный праздник Сабантуй. Его называют праздником Плуга. Это самый известный праздник у тюркских народов. Раньше он проводился как награда за тяжкий труд на полях, когда заканчивались весенние поседные работы. Теперь его значение гораздо шире. Сабантуй это повод окунуться в яркую национальную культуру. Ну и что, что здорово повеселиться? Да, в Татарстане, к примеру, Сабантуй стал государственным праздником. Татарские общины отмечают его даже в Праге, Париже, Монреале, Стамбуле и Вашингтоне. Тоже обязательно он у вас найдет этот праздник. В Челябинской области Сабантуй сначала проводят в городах и районах, ну а потом самые непоседливые коллективы, что называется, и гости съезжаются на большой областной Сабантуй. Да, в этом году он пройдет 7 июля, еще раз повторюсь, в городе Троицк. Чем интересен нынешний Сабантуй, давайте спросим у министра культуры Челябинской области Алексея Бетехлина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, ну что ждать зрителям? Начнем с этого. Туда приходить только, если ты знаешь этот праздник, или вот можно всем желающим попасть? Да, можно всем желающим, безусловно. Сабантуй традиционный праздник, как вы сказали, тюркских народов, но это было давно, потому что он давно уже перешел за границы тюркских народов, давно уже перешел за рамки вообще каких-либо границ. Сегодня, конечно, это светский праздник, некого отношения не имеющий к какой-либо религии. Это праздник здоровый, прежде всего он безалкогольный у нас, там очень много спортивных игр, очень много состязаний, и традиционно бывают скачки, скачек в этом году не будет. Традиционно бывает, но не будет, да. Зато очень много конкурсов, конкурсы юрт будут проходить, конкурсы блюд будут проходить. Я знаю, что некоторые районы, которые привозят туда свои вот эти шатры, свои юрты, они подготовили более 80 блюд национальной кухни. Представляете, какая работа была проделана, сколько они перевернули всяких разных книг кулинарных своих бабушек и так далее. И все это можно будет увидеть, все это можно будет попробовать и так далее. Ну, конечно, большая такая яркая концертная программа. Алексей Валерьевич, сколько гостей вообще ожидаете? Этот праздник собирает от 20 до 30 тысяч человек, в зависимости от погоды места проведения. Так что 1025 мы ждем смело. Троицк выбран не случайно, третий год мы уже проводим на этой площадке. С одной стороны, мы дружим с Казахстаном, и казахи с удовольствием приезжают не просто как гости, они выставляют свое подворье, свою юрту. К нам приезжает Башкирия, Татарстан, которые тоже приезжают. Прямо целыми, знаете, деревни там выстраиваются, с юртами, с подворьями, с животными приезжают, с прялками и так далее. То есть это еще и музей такой этнографический под открытым небом. Поэтому вот как бы с одной стороны это юг, а с другой стороны, ну, самый солнечный город Челябинской области. По крайней мере, шанс замокнуть под дождем меньше. Ну, и большая площадь вот этой вертолетной площадки, когда-то она была вертолетной площадкой, позволяет нам не стесняться в размерах нашего праздника. Ну, вот к разговору о размерах проговорили уже, что будут разные и конкурсы проходить. А где можно найти подробную афишу? Ну, так, чтобы не с утра приезжать там и, например, к какому-то конкретному, например, выступлению. Подробные афиши у нас есть в печатном виде. Их можно видеть, значит, и в городе, и в большом формате, и в маленьком формате. Есть на билбордах, особенно в сторону направления Троицка. Или традиционно на нашем сайте, или сайте Дома Дружбы Народов, который, собственно, эти праздники проводят. Спасибо вам огромное. Итак, друзья, еще раз приглашаем всех вас 7 июля в Троицк на Сабантуй. Мы, видимо, тоже поедем. Мы с тобой вообще везде. Вариантов нет. На всех праздников бываем, да. Мы беседовали сегодня с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехниным. И мы говорим огромное спасибо за ваши ответы.